Леша, скажи, пожалуйста, как нога твоя? Георгий, несколько вопросов, можно? Впечатления в целом об игре какие у вас? Положительные, хорошие. Что особенно можете выделить? О судействе не спрашивают, помню о вашем проекте. Да, но выделить то, что не сломились. У нас был план, мы его придерживались. И забили, и выиграли самое главное. Можете несколько слов о плане, которого вы придерживались? Ну, наверное, было заметно, что доминировали хорошо, владели мячом. В первом тайме, конечно же, не получалось к воротам так подойти, как хотелось бы. Но во втором тайме немного добавили, немного побыстрее начали действовать. И, слава богу. Юль, второй матч подряд, да. Постребал, можно сказать, со стандарта. Причем со стандартом? Объяснимо или по-другому? Ну, это будем разбирать, конечно. Это не есть хорошо. Но, опять же, повторюсь, самое главное, что сегодня выиграли, а то, что пропустили опять со стандарта, то я думаю, что завтра тренерский штаб на это обратить внимание и сделаем богатым. Во втором тайме при счете 1 на 1 у Локомотива было несколько возможностей выйти вновь вперед. Получается, не реализовали свое, допустили от вас? У Эдера был хороший момент, по-моему, да, когда он выше ударил, да. Но затем, по-моему, 1 на 1. Да, 1 на 1. И перед этим у них пару мяч проскакивал буквально метре от штанга. Это не знаю, наверное, другой футбол какой-то был. Про Эдера знаю, но там Макси выручал нас, спасибо ему большое. Вот. Они не забили, мы забили. Поэтому такое бывает. Насколько повлияли то, что у Локомотива ушли из по травм два игрока, ключевые, Алексей Миранчук и Ванянов? Что уверенность придало? Ну, то, что они лидеры своих команд, это, конечно же, да. Вот. Мы получили травмы, конечно же, такое бывает в футболе. Самое главное, конечно же, им здоровье. А что касается их угод, конечно, немного, как вы знаете, когда ведущий футболист не играет, потому что у команды это всегда как-то позитивно отражается на другой команде и более спокойно, наверное, чуть-чуть действовали тоже. Потому что не было такого мастера, как Леша, да, там, справа фронта. Показалось, что физически Спартак готов существенно лучше, чем у Локомотива. Вы это почувствовали? Особенно в концовке второго тайма. Вот тот период, когда один забили, второй. Физически действительно хорошо готовы. И в первом тайме тоже, я считаю, что полностью контролировали игру и, ну, больше, так сказать, активнее были во втором тайме. Опять же добавили, значит, были силы, значит, можем это делать. Поэтому, считаю, что сегодня да. Носит ли для вас сейчас принципиальный характер играть в Локомотиве? Да. Объясните. Ну, что объяснить? На вопрос задали я ответил. Принципиально, да. Ну, было, но, опять же, нет никакой злости. И там такой, знаете, неприятный, ну, как-то злобы, да, наоборот. Вот, я знаю, что я был в Локомотиве 10 лет, не получилось, вот, там. Поэтому это принципиальный соперник для меня в плане, вот, знаете, лишний раз, можно сказать, так доказать, что не такой я лишь плохой футболист бы. Вот, все хорошо, все отлично. Скоро сборная, ждете вы сборной? Вообще, как бы, не отвыкли еще от матча сборной, потому что это был последний раз. Давно не играли, давно не играли, да, но еще перед сборной очень важные игры. Вот, все прекрасно знают, что мы с соперниками с нижней турнирной таблицы чуть-чуть, так сказать, не результативно играем. Поэтому надо серьезно подойти к следующей игре, вот, не думать о сборной пока. Вот, потому что сегодняшняя игра, опять же, с Локомотивом очень много сил отнимает, и иногда это, ну, перед такой игрой, как с ротором, да, не обижая их, иногда это очень плохо сказывается. Поэтому никакой эйфории, спокойно, сейчас сегодня чуть-чуть все футбол посмотрят и будут спать. Вот этот график, который сейчас есть, который есть через 3 дня на 4, ну, кажется, это не то, что не мешает, даже в кайфу. Это в кайф, да, потому что тренироваться с, ну, как бы, когда недельный цикл, все время тренировка, долго ждешь игру. Вот, а если еще, не дай бог, отрицательный результат, потом опять еще ждешь, там, 5-6 дней в следующей игре. Поэтому лучше, конечно же, играть, вот, на третий, на четвертый день, это очень хорошо. Многие только играли и, наоборот, жалуются. Типа, Дебрюйне, он говорит, что сумасшедшее, и это может повлиять на здоровье футболистов. Вот у вас такого нет. Ну, Дебрюйне, при всем уважении, играет в год, там, где-то 70 игр, а мы играем, там, 30. И, дай бог, Еврокубки, там, и Кубок, да, там, 3-4 игры, там, 40 набегает. Поэтому Дебрюйне есть, чем жаловаться, конечно, на самом деле. Георгий, ну, то есть, в принципе, если бы было 18 команд, нет проблем. Вы чувствуете, что потянете? Вот такой график. В смысле 18 команд? Ну, если будет 18 команд, то придется играть. А сейчас сколько? Сейчас 16. Вы серьезно спрашиваете? Ну, с подмаской просто не видно. Ну, я думаю, что потянем, да. Понятное дело, что вот этот вирус, да, вот, коронавирус, все сейчас сбил весь ритм и все. И, может, из-за этого сейчас непонятки такие, но посмотрим, как будет. Я думаю, что потянем, да, потому что, конечно, лучше играть, чем по 3-4 сбора делать и ждать игры по 3-4 месяца потом. Ваш крик в предыдущем матче, когда вы требовали быстрее и быстрее, это та тактика, которой некоторые не придерживались? Это то, что иногда не хватает, потому что, когда мяч медленнее ходит, понятное дело, что футболисты успевают перестраиваться. Вот, сегодня тоже немного сказал, чтобы через... на левый фланг тоже немного обратили внимание и, видите, голод уже забыли. Поэтому это рабочий подсказ, на это никто не обижается. Это все нормально, ну, это нормально. Георгий, были разговоры о Наполе, есть ли в этом хоть какая-то доля правды или обычный случай? Я так же читаю, как и вы, поэтому мне никто ничего не звонил, не писал, в инстаграме, в запросах ничего не видел. Ну, поехали бы, хотели бы. Куда? В Москву. Я пока не думал о уходе из «Спартака». Я сейчас вот здесь, опять же, как-то... Я не представляю, я уже отвечал на этот вопрос вам в прошлый раз, что я не представляю, что сейчас могу покинуть «Спартака» на этот момент. В финал поедем. Как вы смотрите? «Спартак» на втором месте. Вас вообще подначивали молодежь из второй команды, которая вчера вышла победит РПНЛ? Они молодцы, мы смотрели вчера. Там они пять, да, забили, по-моему, если не ошибаюсь. Мы очень рады были за «Баду», который забил. Вот. Они огромные молодцы. Пусть дожимают, добавляют, а мы будем за ними стремиться тоже. «Баду» рвется по основам? Мы всегда всем рады, особенно когда молодые футболисты приходят. Если обратить внимание, у нас очень много футболистов со «Спартака-2», с дубля. Уже 2001 год с нами тренируются. Поэтому всегда всем рады, всегда всем помогаем. И это нормально, это будущее «Спартака», поэтому пусть работают. Никто здесь не собирается места как-то давать и все такое. Пусть Паша в два раза больше. Юрий, нет ощущения, что вот этот второй тайм, который сейчас был, это лучшее, что показывал «Спартак» в этом году? Я даже не знаю, честно. Понятное дело, что сейчас на эмоциях можно говорить, что это лучший тайм и все такое. Но, опять же, надо спокойно остыть, посмотреть, потому что мы пять минут назад говорили о том, что у «Локомотивов» был отличный момент, где мы провалились, и они не забили нам. Поэтому есть и, конечно, хорошие моменты, хорошие выходы, что нужно закрепить. Так же и есть над чем работать. Сейчас в финал поедете, смотри. Хотелось бы. За Париж. За красивый футбол. Реально. «Кикнадзе» сказал, что победит «Локомотивов». Это чемпионов «Спартак». Чего? «Кикнадзе» сказал, что в финале победит «Локомотивов». А сегодня уже не «Локомотив» играет. Ну, да. Ну, может, он имел в отдаленное будущее какое-то. «Спартак» вообще через сколько лет сможет сдавать реально на победу Европутки. Даже пусть это будет какая-нибудь интересная. Такие провокационные вопросы сейчас задаете, чтобы в заголовок сделать классный. Ну, в вашей карьере это возможно? Давайте все поедем в финал смотреть все тоже. Я знаю, последний вопрос. Вас приглашать не буду, к сожалению. Последний вопрос. Вот эта штука, как ее называть, велосипед, на котором вы прибыли. Самокат, да. Он надел шум. Это что такое? Вы сейчас передвигаетесь на нем. Это я взял на такие бонусы «Спасибо» знаменитые. В «Сбербанке» есть. Это реклама? Я накопил и… Нет, это не реклама. Но если «Сбербанк» захочет сделать со мной рекламу, я готов. Вот. Просто я купил это, чтобы передвигаться, потому что здесь недалеко живу. И иногда двигаюсь на этом аппарате 23 км в час. Но это масло посоветовал, да? А? Не опасно заказку? Не, не опасно. Он предназначен 35 км, но под моим весом он чуть-чуть не тянет. Масло посоветовал? Он же катается. Не, у Масла его слабее. У него посильнее будет. Не наморочен. То есть вы по шасси прям-то вот так ездите? Вот туда заезжаем. Один раз, кстати, охранник не узнал, но не об этом. Все. Спасибо. Спасибо. Удачи. 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 Удачи.